Число заболевших норовирусом на Олимпиаде Пхенчхани продолжает расти. Заболевших уже почти две сотни. А буквально пару дней назад стали приходить сообщения о случаях заражения в России, причем в регионах от Кореи весьма удаленных. Норовирус – это то, что в народе принято называть кишечным гриппом. Как сообщили в Оргкомитете игр, сейчас проводится проверка качества водопроводной воды и продуктов питания, а также медобследование персонала. Среди спортсменов, к счастью, пока заболевших нет. Эти вирусы тяжело вызывают через контакты людей, то есть фекально-равним путем, через загрязненные пищи, посуды, через руки. Если кто-то заболеет, если рвота, тогда только единственное событие – оттуда через воздушный путем. Симптомы обычно проявляются в первые или вторые сутки с момента заражения – тошнота, температура, головная боль. После болезни вырабатывается иммунитет, но ненадолго, спустя два месяца, тот же самый норовирус может сродить вас вновь. Для заражения будет достаточно всего 10 частиц. Вакцины нет от этих вирусов, потому что очень редко появляются, поэтому и никто специально не занимается созданием вакцинов. У человека, если во время заражения образуются какие-то антитела или противовирусные вещества в организме, они 8 недель остаются в организме и потом исчезают. Потом может быть тот человек заново заразится. Поэтому, как и у других вирусов, как один раз заразили и потом в жизни больше никогда не заразили, такого не происходит. У взрослых острая фаза проходит достаточно быстро, через три дня. А вот для детей норовирус может закончиться даже реанимацией. Чаще всего берут не митые продукты, они могут в рот брать, что они хотят. И у детей, естественно, иммунная система слабая. Норовирус уже был зарегистрированный в Татарстане. Буквально пару дней назад в Арском районе случилось массовое отравление школьников. Пострадало порядка 39 детей. Источником острой кишечной инфекции министр здравоохранения Республики Татарстан назвал норовирус. По его словам, сейчас в Арском районе врачи проводят подворовые обходы, чтобы выявить всех, кто контактировал с больными и не допустить распространения заразы.